и сегодня мы поиграем в игру под названием dark souls 2 shows of the first time я немного поиграл он записал уже одну серию там но в чем дело эта серия была чисто настройка игры я просто сгорел жопа боже что там творится такую возможно тебе уже удавалось видеть это например во сне темные заброшенные земли место где души излечет его беспокойный разум ты потеряешь все твои памяти асту останется клеймо символ проклятия печать смыла из меня голос такой знаете тёмный твое прошлое твое будущее каждый миг все станет уже неважным заботы останутся в прошлом но ты перестанешь быть человеком теперь ты пожиратель душ теперь ты полы давным-давно на краю земли далеко на севере великий король создал могучее королевство его звали дранглик возможно тебе знакома хотя нет откуда тебе знать однажды ты придешь к его обвешал тэм вратам сам не знаю зачем но графа не заметьте именно по картинкам улучшился ли мне кажется у это не есть так что ли звук потихому сделался боже мой как мотылек увлекаемый пламенем литинка и как у мотылька твои крылья будут обжены раз из-за зараза это твоя судьба проклятая судьба и мы такие поняли прыжок веры сотворяем прямо в в эту не знаю что это водоворот на водоворот так сильно не похож сила простейшее чудо созданное созданное которое мы в пещере какой-то находимся между мире так хп короче у нас не полная не обращайте на это внимание сразу что изменилось наряжением у нас во первых есть факел который можно поджечь и но он идет на время вещи нельзя теперь читать именно здесь вещи нужно читать только уже здесь дальше вторая вещь мы можем одевать 4 кольца да не 24 уже но у колец тоже есть прочность минус теперь мы можем как вы видите три ячейки оружия цеплять что у нас еще есть давайте быстренько прочту кнопочку е и жили настройки сбросились нет очень управление сложная очень управление сложная она чисто под геймпад сделанный почему потому что и привычно допустим нас теперь разделенный прыжок вместе если у нас был вот пробел это и бег да и перекат шаг назад то теперь прыжок отдельно второй минус все кнопки должны быть у нас взаимодействованы у меня не нельзя назначать второстепенные клавиши допустим на мышке если у тебя есть еще какие-то там кнопки до те же боковые нет здесь этого не работает как вы видите вот вправо посмотрите взять оружие правое ну в обеи руки да то есть теперь она комбинируется объясняю ситуацию теперь у нас вот это правая рука это левая рука это правая рука даже наоборот ребят извините это правая 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 да вот правая это левая теперь мы деремся кнопочку не лкм а пкм понимаете чем суть я более-менее нас понастраивал под себя ей как смог ну все равно очень сложно как бы то ни было очень сложно сразу бежим сюда я единственное что сдох уже три раза за два прохождения две серии там мадусь вторую серию я просто 10 минут снял потом нахуй надо и все за на лучшее сниму я мучился как войти я нажимал нужно было зажимать контр и кнопочку действия кнопочка действия лк лкм что это там зашел о боги твое лицо лицо проклятого это же нежить я же захотела поиграть подобен тебе заканчивали здесь свой путь ты ведь заговорил с пожилой дамой верно оговорил там еще паук был тебе пришел конец ты станешь полом да и станешь одним из них полы охотятся на людей и с удовольствием пожирают их души такова судьба проклятого как тебя зовут о вторая проблема я когда вбивал никнейм мне пришлось его вбивать пять раз а да вы понимаете сложности было даже сник клипом то есть я не мог подтвердить нужно было так и не запустить чтобы не дай бог что ж ты хотя бы узнаешь свое имя и сделать вот тебе награда сделай немножко потише все таки это человеческая фигурка посмотри поближе кто это по-твоему хорошенько вспомни свое прошлое да эта фигурка тебя самого окей класс что у нас есть по классам у нас есть воин рыцарь мечник разбойник лире колдун странник нищий а воин заколонен в боях воин высокая сила и ловкость так умело владеет оружием рыцарь странствующий арест царь здоровья и адаптирующая высокие так а сложность сложно убить мечник умелый мечники изящно управляет оружием в обеих руках разбойник безжалостный изгоя ловок предпрочитает лук но умело сражаться и в ближнем бою клерик клерика так паломник высокая вера и чудеса помогать ему в пути колдун мудрый колдун высокий интеллект для использования заклинаний странник повидавший мир странник недостаточно так недостаток силы компенсирует обилие снаряжения чисто пипец нищий неизвестные в лохмотях ему нечего сражаться кроме собственных рук вот это я считаю самое такое жесткое я так подумал давайте либо рыцарь либо воин сейчас посмотрим так подождите но у него принципе сила побольше будет давайте возьму воина дары ничего кольцо жизни человеческая фигурка различные лекарства косточка возвращения с теми деревянного гиганта уголь вражды нечто окаменевшие у нас новый предмет появился в игре это уголь вражды что он делает мы бросаем его в костер и в данной локации все враги повышается на уровень сложности так сказать поэтому лучше возьмем с вами лечащие предметов поверьте не нам очень сильно помогут в дальнейшем так ну в принципе думаю все вон там и очень важно вообще все равно пускай стандартные все люди приходят сюда по одной причине они хотят побороться я думаю ты от них ничем не отличаешься верно единого шанса что ж заранее мы ничего не знаем пройди через дверь и поживее двигайся в сторону королевского ты допомни души нужно беречь лишь благодаря им ты не станешь полом очень не буду тебя дурачить ты будешь терять свои души все снова и снова ок окей что мы робом с вами у меня ищет сразу нажимаем м чтобы убрать защиту это у нас проход там где мы были объясняем левой кнопки мыши когда у нас было драться это теперь прикрываться щитом да есть сильный удар он по идее ничем не отличается от слабого сильно удар делается только ну допустим я хочу защитить сюда и бэкстеп бэкстеп я не смогу сделать ой тихо 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 чуть не забыл нужно убрать данный предмет а вон оно что теперь я не знаю как убрать развиваю персонажа потряс души подожди я не по я по ходу убрал кнопку да тут есть теперь кнопки постоянного блока постоянного бега нам нужно менять короче оружие другие руки тут щит есть меч чтобы было все наоборот теперь я могу делать бэкстепа я не будет мощных ударов дальше что у нас еще подождите мне нужно научиться убирать предмет из ячеек подтвердить отмена функция так перед стартовым меню использовать предмет взаимодействия использовать как не убрать предмет в этом будем через кнопку я понял делается давайте читать а ясно а почитаем да я не работаю а почитаем да ой как же это бесит настройки а какое мне тогда было чтобы я мог читать я уже не помню открыть меню жестов так подтвердить отмена заклинание оружие сильная атака право право а у 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 я не помню ребят не на предметы смена оружия смена оружия я не помню открыть стартовое меню где находится этот показать сломанный меч меча сломанных так пополам лезвия почти бесполезно почти бесполезно лучше чем с голыми руками и самым формат самоцвет жизни маленький камень из затвердевшей души постепенно восстанавливает немного здоровья и вы часто можно найти рядом с трупами словно это все еще что осталось от души и чистый самоцвет жизни камень так камень из твердок затвердевшей души постепенно восстанавливает здоровья и много этого снова тусклое мерцание этих загадочных камней со временем становится ярче а рыбу чистый самоцвет жизни камень так и лам восстанавливает много здоровья за такой яркий и сверкающий камень можно получить хорошие деньги но можно ли понять его истинную ценность не видя кто уже умер чтобы он появился по свете ядовитый мог ком слегка ядовит мхам если проглотить его он прочистит желудок и выведет всю отраву если ваше теле накопится достаточно яда чтобы начать травление здоровья будет снижаться если хотите жить всегда держите его при себе запас так запас противоядия знак тьмы метка проклятие знак тьмы притягивает смерти возникающая владельца в последствии последнем костру у которого он отдыхает ценой всех накопленных душ делайте все что в вашей силах чтобы собрать эти фрагменты и сложить из них единое целое пока ваша воля не угаснет до конца подождите мне нужно все таки звук потише сделать то что он слишком орёт очень сильно орёт дальше что у нас по вещам черный крисал разделения символ прощения одашевший до нас из древних времен крисал отправляет фантомов в их мере если так переносит вас ваш чем бы не кончилась встреча на же так надежные и летом отчаяние это бесценный опыт не стоит бездумно использовать этот предмет косточка порядка это косточка короче короче можно сказать это кажется два предмета у нас сетевых а дальше что еще есть у о я руши все показать информацию чужеземный капюшон пеньковый капюшон скрывающих все лицо обеспечивать защиту от цехи и не только проклятый душ из питающийся в этих землях почему-то всегда возвращать сюда словно что-то влечет их в это место обычный шлем железный шлем обычный элемент успеха и без совершенства не очень прочно куртка странника не самые лучшие вещи в планете в плане защиты проклятые души щас где-то на землях почему-то обычный элемент элемент брони так все да что еще можно сказать у нас здесь изменены так даже не нужно сбегать по и куда забрать вещи да захват здесь не очень приятный что можно увидеть слишком много у меня для больших для мощных атак все до 180 тут есть один чертяка ржавая монета так что у нас за ржавой монетам желаем увеличить удачу на время увеличит удачу на время увеличит удачу и тому подобное на многих так на монете отчетливо изображено изображение бога почитаемого стандартное время но откуда она оказалась каза это невозможно сказать казаться и сказать невозможно далее что еще можно сказать вот если использовать именно объекта то очень быстро тратится выносливость хотя думаю это не удивительно здесь есть парнишка он очень опасно поэтому лучше просто бежать я его не убил по крайней мере сейчас у меня не хватает для этого урона поэтому смысла нет поэтому поэтому пойдемте дальше тебе пора путешествовать где не будет времени на отдых что же думаю если ты окажешься в тупике но если твоя воля останется также тверда тогда ты сможешь сюда вернуться чтобы начать все заново чистого листа а теперь ступай ступай это лимба связь между дрангликом и внешним миром честный странник я знаю у тебя должно быть твоя история иначе с чего бы тебе идти сюда заброшенные гнище царства меня зовут милибер милибит старухи прежде были хранительницами огня я присматриваюсь за ними так делая моя мать и ее мать и мать ее матери и так далее и эти старухи хранитель хранили огонь но сейчас огонь затухает все равно музыка громкая как и королевство пожираем полами как и музыка да которая орет у меня она ввести то тогда ой давайте немного от них вот так стану не дай бог не ударить то они мне лицо сломают так глобальная глобальная игра посвачат все хорошо эти старухи сестры мне сказали что было их было и четвертое давно охранительницы огня знали все но теперь они затеряны развеяны по ветру это типа знаете лоры нужно короче считал что нужно по кд болтать со всеми тут очень много диалогов эти старухи сестры мне сказали что их было их четверо всем но теперь их развея у на четвертый этаж у на четвертый этаж у на четвертый этаж у на четвертый этаж так же они можно зажигать факелы да кажется все можно ломать не знаю насчет сундуков факел душа пропавшего мертвеца так поехали человеческая фигурка это то что в принципе мне предлагали взять в виде дара указать информацию человеческая фигурка теплая и мягкая темная фигурка с ее помощью можно обратить опустошение если сжечь в костре то она ослабляет связь между мирами предотвращая вторжение и помощь если взглядываться в фигурку она принимает облик человека но чей это будет облик зависит от смотрящего а душа пропавшего мертвеца душа пропавшего мертвеца который давно стал полным используется для получения души души это источник жизни и даже неживой пустейший разум продолжает их искать зажигаем костер как видно он быстренько зажигается у нас во первых теперь есть сразу же быстрое перемещение ко всем кострам не только к хранительным самогоням ну чисто ко всем которые есть у нас костры которые мы вообще заживем а дальше а мы теперь не можем прокачиваться около костров есть специальные нпс около которого мы можем это делать но есть один нюанс если мы его убьем нечаянно да так сказать то все мы больше не сможем прокачиваться сжечь ящик с предметами теперь у нас есть походу еще ящик с предметами сразу же это тоже довольно неплохо я вам скажу ну и ящик с предметами как вы видите сразу рассортифирован ну типа удобный для быстренького использования так сказать садится ладенько я не знаю это так назад давайте я думаю на этом закончим да с вами а как поджечь ладно потом узнаем давайте следующей серии с вами продолжим поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и до новых встреч друзья всем пока